Всем привет, это SB1713 или просто Сай, мы продолжаем реакции. Сегодня будет такая группа, как Nin in Pluto. Посоветовал, или посоветовала Эфи Юме посмотреть её. Трек, как обычно, как-то по-японски называется, не знаю как. Фишка в том, что буквально недавно я сам случайно послушал часть альбома этой группы. И как-то просто, совершенно случайно мне попался на глаза. И как бы я даже не знал, что они на самом деле визуалкейщики, судя по этой фотке. Я думал, что это просто какие-то металлкорщики. И мне, кстати, не понравился их альбом, потому что звучат они достаточно отстоянно. Но, по крайней мере, то, что я слышал на альбоме, сейчас послушаем, конечно, в группе с клипом. И вообще вот этот трек, может, зайдёт. Но то, что я у них послушал, мне тогда не особо понравилось. Ну и да, то, что визуалкейщик. Что, типа, они же, кстати, ещё, по-моему, сейчас ездили в тур с Дэвилов. И там они, я помню, какая-то фотка была, где они вместе жрали. И они там выглядели все ненакрашенные и всё такое. Хотя, может, потому что они жрали. Короче, не знаю. Давайте сейчас посмотрим, что это такое. Вот, в плане именно клипа. Если это будет так же плохо, как на записи именно в альбоме. Я надеюсь, хотя бы клип вывезет. А так, не знаю, может, будет ненормально. Поехали посмотрим, короче. Окей. Нашили классику сначала вставить. Я пытаюсь вспомнить. Я вот это слышал у них, таки, на альбоме-то. По-моему, да. Это было плохо. Ладно. Жирные басики, хорошо. Заоралом, кстати, смачно. Так они чё, типа, переигрывают эту классическую мелодию? Я просто, чтобы сейчас не простыдиться. Я не помню, кто это пах или Моцарт. Сорян, я в классике не шарю вообще. Но кто-то из них. Или битвовин, как же. Блин, бокал странный. Очень плохой Гроу. Вот с Кримитом прикольно, а Гроу только прям на пройденне. Ладно, насчёт с Кримитом, сорян. Гроу я не сказал. Звучит мурашно, если чёсно. Вначале рукой жирный бас был, туда он делся. У них все. Ха-ха, очень странный мой битвик. Не знаю, надо было ли настолько высоко петь. Такая же слушается, это достаточно неприятный сейчас. Если он хотел закосить под Дим Лим, у него не получилось. Да, он ещё и в ноту не попадает. Ну, в таком моменте вроде звучит эта полисминность нормально, на самом деле. Ну, типа ударник у них норм. Остальное как-то трендное. О, грязный сиропатит. О, грязный сиропатит. О, грязный сиропатит. Чему это сейчас было? Да чё так плохо то? В смысле? Потому что если решил под Лореншор косить, то трэкдаун там долбанули бы мощный. Что это за говно с карданом? Что это за золото? Ужас какой-то. Я думал, что с предыдущей реакцией более хрен золото и ничего не будет. Да ну нафига ты это делаешь? Ну ты совсем дурной что ли? Ну зачем? Ну вот эти вот вики команды, которые смотрят на другие вики команды, которые выпендриваются и хотят делать то же самое, но не умеют и хотят делать это еще больше. Вот они тут очень косят по демли, по ту же джелюху судя по фракдауну. От Лореншор из не японцев. И у них все это получается максимально плохо. Просто очень холор. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дима Торзок. Вот так кто это из классиков-то? Убед UnaTorzok. Люди называющие меня музыкантом, посмотрите эту реакцию. Я ж не шарил музыкой-то на самом деле. Вот я не знаю кто это. А это стыдно не знать, кстати, когда ты играешь в музыку, кто это. Но меня похуй. Так, ну что, вот мы посмотрели клип, послушали трек, который я не знаю, как называется. Где они косят от какого-то классического чувака. вот, и как же это было плохо супер плохо, просто отвратительно, ну типа, то что я слышал у них на альбоме недавно, там был такой совершенно тупой Metal Core Dead Core, я думаю, блин как это плохо звучит, но вот я сейчас посмотрел вот это, послушал вот это и я такой, вау, оказывается это было не так плохо, как это ну типа это жесть просто тут типа плохо, вот все ну ударник такой более-менее нормальный остальное просто отвратительно я вот не понимаю, вот если ты не умеешь ни гроулить, ни скримить нормально про чисто я вообще молчу нафига выпендриваться причем выпендриваться очень сильно, что ты типа прям вот умеешь, вот этот кусок где он начал вот эти кривляния с этим вот это что это было, ты же не умеешь это делать, нахрена это делать ты сначала научись, потом уже вот это все используй а когда ты не умеешь, типа это, ну это же просто очень кринжово слушается, прям мега кринжово а он еще показывает это типа вот послушайте, как у меня много техник, да ни одна техника не работает у него, вообще ни одна отвратительный гроул, отвратительный скрим отвратительно чистый, отвратительные вот эти вот кривляния вот эти брейкдауни просто жесть худший вокалист в Икеи, которого я слышал на данный момент очень плохо гитарам тоже, гитарки-то супер невзрачные соляк там был степпингом, еще ладно более-менее, потом соляк какой-то вообще не в тональность, никуда сыгран криво, эти свиты очень грязные не знаю, супер плохо басист тоже вначале попердел такой я думаю, о, хотя бы басист нормально будет зачехать дальше на миксе вообще его не слышно зачем вначале выл показывать, что у тебя якобы жирный бас непонятно короче, самая плохая Викеи-группа на данный момент которую я слышал вот, самое странное, что это Викеи-группа я думал, что это но теперь да жесть, короче, не знаю, не знаю что-то как-то блин, ну вот реально им бы все вокалисту бы научиться делать все, что он хочет делать а всем остальным на продакшене бы просто поднять собственно левел и тогда бы, наверное, это все звучало круто плюс вот то, что они на классику делают это даже прикольно но то, в каком виде я сейчас это увидел и услышал это просто, ну, жесть какая-то сорян, конечно, Эфи Юми и тем, кто нравится, возможно, этой группе но просто че-то я сейчас в шоке насколько это было плохо ужас, ужас короче, все, спасибо, если не посмотрите реакцию, ссылочки мне, сами нравится, нравится, сами все знаете и я даже не знаю короче, жесть ладно, короче, все я пошел, пока